Аксой Какой знакомый дом, в котором ты живешь? Фириха? Фириха? Откуда он тебя знает? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нам следует подняться наверх Пойдем Пойдем Фириха? Иди, иди Быстрее Мехмед, дом горит В чем дело? Наш дом горит Идем, идем Мы не взяли золото Давай заберем Мехмед, что делать? Мехмед, дом горит Я не знаю, как это произошло Быстрее Выходите из дома Быстрее Скорую помощь Моя жена беременна Я не хочу ехать в больницу Не глупися Я не хочу Мехмед Отвезите ее в больницу Откуда этот человек тебя знает? Откуда? Говори Откуда? Рыза Говори Откуда он тебя знает? Отвечай мне Говори Говори Рыза Она скажет Сунни Вера Что это значит? Что ты имеешь в виду? Что ты делаешь, сынок? Почему Фериха с той семьей? Ты же сам все видел Как это? Фериха Их дочка? Она сестра угонщика? Браво Ты наконец-то все понял Эмир Ты сошел с ума? Что это значит? Ты не тот человек, папа Давай не будем это обсуждать Ладно Тогда увидимся Увидимся Как давно ты знакома с этим парнем? Говори Как долго? Говори Когда ты с ним познакомилась В универе, папа Они знают друг друга с универа Не вмешивайся Ну, хорошо Откуда его отец знает твое имя? Почему он к тебе обращается? О, Аллах Дай мне терпение, чтобы понять все это Что вы делаете? Говорите мне Откуда его семья тебя знает? Ответь мне Откуда его семья тебя знает? Отвечай мне Говори Скажи мне, откуда он тебя знает? Где вы познакомились? Ты с его сыном дружишь? Стой Давай, Переха Иди в комнату Иди сюда Я убью ее Откуда ты его знаешь? Ответь мне Я сказал Иди сюда Иди сюда, говорю Говори мне Откуда ты его знаешь? Откуда? Давай, говори Отвечай мне Последний раз спрашиваю Ты будешь отвечать или нет? У тебя кровь течет Переха Не плачь, моя дорогая Не плачь С 10-й квартиры Стой Отойди Слушаю Вы бы не могли подняться? Иду Роза Твоя дочь Когда я вернусь Даст мне ответ Ты слышала? Она даст мне ответ И ты ответишь Ответишь за все Успокойся, брат Будь осторожен Он позвал твоего отца Я хочу кое-что спросить Слушаю В какой банк Вы сделали вклад? А если он все расскажет? Что мы будем делать, Фереха? Фереха, иди сюда Сиди Не выходи из комнаты Скажи своей дочери Чтобы вышла И встала передо мной Он переехал сюда И снял квартиру Иди сюда Роза довольна Послушай, Роза Ты никогда не сможешь Причинить боль моей дочери Помолчи О, Аллах Кто это пришел? Мехмед Что происходит? Что происходит? Амер 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 Возьми рубашку Не убегай Иди сюда Под кофту ничего не одел Он опять заболеет Сейчас все болеют Буду молиться Буду молиться, чтобы он не заболел Фереха где? Я был шокирован, но не забыл того Что вчера я увидел Я все равно узнаю Откуда она знает этого парня И где и как они познакомились Я все узнаю Роза Я тоже помню прошлое Моя мама не была сильной И поэтому Мой отец бил меня Она не могла противостоять Но я сильная И не дам тебе Бить свою дочь Ты меня слышал? Оставь то, что было Поговорим о дочери За все это время Было столько всего Но я молчал Ничего не говорил Что ты хочешь этим сказать? Что ты имеешь в виду? Как они могут быть друзьями? Что еще за друзья? Какими друзьями они могут быть? Она говорит, что не знает его А его отец Узнает ее и называет по имени Иди и скажи ей Что она больше не будет Ходить и собирать мусор Она не будет с ним общаться Поняла меня? И даже В университете А ты больше не тронешь и пальцем мою дочь Ты понял меня? Скажи мне, ты понял? Тогда она больше не будет Ходить в универ Зихра И больше не будет Ходить в квартиру Под номером 10 Ты поняла меня? Доброе утро! Зачем пришла? Я думал, ты уже в универе Я думал, ты создала лагерь Два куска хлеба И салат с угурцом Ты пытаешься себя оправдать? А это что, моя вина? Моя вина в том, что я не кинул фериху к твоим ногам? Я задам вопрос Кто была эта женщина? Я думала, она мать ферихи Я не знаю, Ханде Я правда не знаю Тебе нужно отдохнуть Фериха Ты тоже в пожар убегала? Твое лицо хуже нашего? Что с твоим лицом? Давайте кушать Сейчас остынет Почему? Ты сидишь там Давай за стол Все вместе поедим Нет, мама, все хорошо Брат, возьми Спасибо Возьми, Зихра Спасибо, сестра А мы ни в чем не помогаем Хотя встали рано Ничего страшного, дорогая Я хотела кое-что спросить Твоя тетя знает о случившемся? Не знает Прошлой ночью она была у подруги Я сегодня поговорю с ней Надеюсь, она будет в порядке Не говори так, дочка Самое главное, что ты и Мехмед целы Мне очень жаль, потому что мы потеряли все, что у нас было Да ладно тебе Опять наживете Это понятно Мы ни кей помощи не ждем Сами все купим Заработаем, накопим и купим Сехер, пойдем Я в универ Заработаем, накопим и купим Я в универ Ты больше не будешь Ходить и собирать мусор Это не причина Встречаться с ним Твой отец за тобой наблюдает А если он Мехмеду расскажет? Посмотри на меня Что Мехмед может еще сделать? Встречаться с ним Фериха Фериха, подожди Подожди, Фериха Фериха, подожди Они все узнали Разве ты не этого хотел? Он тебя ударил Ты снова привлечешь внимание Это опять повторится Тебя это не касается Карай, как дела? Все хорошо А ты как? Ты в универе? Да нет, я еду А ты приедешь? Эмир Карай, не оставляй Фериху одну Эмир Для Ферихи тяжелый день Разве ты не хочешь пойти? В этом нет необходимости Она нуждается в тебе Она в тебе нуждается Когда тетя узнает Я не хочу, чтобы она смотрела с презрением Не смотри так Ты что, не понимаешь? Люди к этому не привыкли У нас нет дома Мы как паразиты Но мои родители Нас не разлучат сихер Они уже сделали все, что могли Ты тоже пойми меня В доме сожгли все, Мехмед И они даже не приняли меня Я была потрясена Все будет хорошо Не думай об этом Давай, купим тебе вещи Я хочу домой, Мехмед Домой Я подумаю об этом Мехмед Иди сюда, сынок Возьми деньги Купи одежду для себя И своей жены У меня есть Возьми, возьми Да Хорошо Увидимся Санэм стала как Джан Су Ничем не отличается Джан Су Тети Скоро наступит весна Возможно, тогда нам полегчает Санэм Ты бы не хотела отдохнуть? Нет, нет У меня еще много дел Мне еще нужно забрать Свидетельство о смерти Секретарь Халдуна не может заниматься этим А еще Нужно купить билет Джан Су И ее тете Я пойду в отель к Халдуну Может быть там кто-нибудь поможет мне Почему обо всем забочусь я? Я забочусь обо всем Кроме себя Неужели больше некому Забрать свидетельство? Оставь это Я все сделаю сама Даже не думай об этом Вы забыли вещи мужа Заберите Спасибо Спасибо Все кончено Кончено Все кончено О мой Аллах Как такое могло произойти? И кто теперь за все это заплатит? Ладно Не волнуйся Я все куплю Тетя, доверься мне Хмиту Он знает, что говорит Тут ходит ваш автобус Выезжайте А я пойду к отцу Поговорю с ним Ты хочешь, чтобы я ездила на автобусе? Мы поедем на такси У тебя живот болит? Тетушка Сходите к врачу Она вчера не поехала Вдруг что-нибудь с ребенком Хорошо, сынок Давай нам денег на такси Я схожу с ней к врачу А вот и такси Только не разменивай Давай и все Вдруг потребует больше Давай, садись Не мельтеши Давай Хорошо, сынок Давай Чего ты улыбаешься? У нас нет дома Даже одежды нет Возможно, это проклятие Фияза Я знаю Он сгладил нас Почему ты смеешься? Мой муж делает ради меня все А в проклятие Фияза я не верю Он сказал, чтобы о всем позаботиться Подожди, вот увидишь Не заставляй и меня смеяться Да что он и сделает Молодожены живут у родителей Как тебе в такой толпе живется? А могла бы жить в своем доме В хороших условиях Я верю своему мужу Ха-ха 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 Субтитры сделал DimaTorzok Кого ждешь? А ты как думаешь? Ты шутишь? Ты правда ждешь Фирихо? Да, ты прав Она заключенная И нуждается в защите Но если у нее есть мужество Она придет в универ И все ее будут пинать Занимайся своими делами, Ханде Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 Герпес, ты что, простыла? Знаешь, я всегда знала, что что-то не так. Я чувствовала это. Но о таком я даже подумать не могла. Наша принцесса-дочь Швейцара. Честно, Фельха, я просто в шоке. Я выше этих вещей Ханбе. Но я тебя понимаю. Тебе нужен был и мир. Ты не хотела его потерять. Но у тебя была причина, Фельха. Очень важная причина. Уже уходишь? Мне жаль тебя. Знаешь, почему? Я лояльна к своим врагам. Так же, как и к друзьям. Но правда в том, что ты не мой враг. Так, мы же не из одного круга. А у вас с Эмиром один и тот же мир, да? Ты всегда пытаешься идти за Эмиром. Но скоро ты потеряешь единственного человека, который тебя терпит, то есть Карая. Показывай свои когти. И если бы ты сказала мне об этом раньше, я бы была потрясена. А ты помнишь, как-то ты говорила и пыталась показать, что ты честная. Мы говорили о верности и правде. А как называется твой мир? У тебя странный путь. В чем дело, Фельха? Это все было ложью. И все закончилось, Фельха. Я поняла, это ловушка. И ты больше в нее не попадешь, да? Да, я тебя счастливой не сделаю. Хорошо. Я счастлива от того, что ты жалкая. Мне больше нечего делать. Я счастлива от того, что ты не можешь сделать. Я счастлива от того, что ты не можешь сделать. Я счастлива от того, что ты не можешь сделать. Я счастлива от того, что ты не можешь сделать. Я счастлива от того, что ты не можешь сделать. Я счастлива от того, что ты не можешь сделать. Я счастлива от того, что ты не можешь сделать. Я счастлива от того, что ты не можешь сделать. Я счастлива от того, что ты не можешь сделать. Я счастлива от того, что ты не можешь сделать. Я счастлива от того, что ты не можешь сделать. Я счастлива от того, что ты не можешь сделать. Айсун, подожди. Добро пожаловать. У меня есть для вас новость. Оставь. Тот парень, который разбил машину Эмира. Я бы хотела увидеть отчет. Сколько денег они заплатили и сколько осталось. Господин Эмир взял это дело на себя. Почему я не знаю об этом? Как такое возможно? Но Мехмед... Что насчет хозяина? А что он может сказать? Желает денег за ремонт. Ты заплатишь? Я тебе помогу. Сколько? Я все сам выплачу, папа. Хорошо, что веселья нет. Я хочу поговорить. Я знаю. О твоей зарплате? Сегодня дам 300. А 100 на следующей неделе. Ты, конечно, извини, но больше у меня нет. Только на следующей неделе. Папа, мы отвозили вещи два раза. Это все, что есть? Все не так просто, сынок. У нас же еще кредиты в банке. Мы платим за аренду, зарплату и все такое. Но надеюсь, когда долг выплатим, у нас будет больше денег. Все равно этого мало. А ты не думай об этом. Этим занимается весель. Он ведет бухгалтерию и платит за кредит. Папа, я найду другую работу. Потому что на это нечего купить. А у Сихер даже нет одежды. Ты же искал целый месяц, но ничего не нашел. Я познакомился кое с кем. Работа с машинами. Он сказал, им нужны люди. Я пойду посмотрю. Возможно, что-нибудь получится. Я хочу зарабатывать больше. Дело твое. Фериха, я сейчас вернусь. Фериха. Ах, красавица. Неправильный выбор. И неправильная спротегия. Что ты несешь? Тебе следовало выбрать меня, а не его. Идиот. Идиот. Что ты несешь? Я разобью тебе морду. Как ты можешь такое говорить? Иннир, хватит. Успокойся. Успокойся. Чего уставились? Пошли вон. Перехаты в порядке? Нет. Что произошло? Я не знал, что они придут ко мне. Мне-то что? Какое мне до этого дело? Я волнуюсь за тебя. А меня это не волнует. Это не была ловушка Фериха. Зато я устраиваю их. Я бы хотел кое-что объяснить. Слава Аллаху, я нашел другую работу. Ну хорошо, удачи в делах. У тебя много работы. Много работы, потому что мы думаем о деньгах. Вы занимаетесь переработкой газа? Конечно. Кто не хочет загрязнеть в воздух, приходит к нам. Наверное, вы получаете хорошие деньги. Посмотри, как он смотрит на эти шарики. Как будто у него их никогда не будет. Возьми. Это тебе. А это тебе. Полночь уже наступила. Мы думали, она принцесса, а она дочь швейцара. Она просто лгунья. Лживая лгунья. Ты не сдала экзамены. Даже дочь швейцара сдала их. Я не дочь швейцара. Меня зовут Фериха. Фериха. Нас слишком много. Дом полон. Я же тебе все объяснила, а ты постоянно думаешь о них. Я сама с собой разговариваю. Ты меня в могилу сведешь. Открой дверь, а то выломают. Ох, какая беда. Что произошло с Сихер? Весель звонил. Говорят, их дом сгорел в брачную ночь. Да, Гельфидан. Ты помнишь дом, в который ты ходила? Что такое, Гельфидан? Сестра Хатидже. Ты помнишь ту квартиру? Ты еще не смогла посмотреть часы. Сходи, посмотри. Да, конечно, посмотрю. Зихра, закончишь с этим? Пойду я. Пусть Аллах хранит тебя. Из-за этого ты и приходила. Гельфидан, ты говорила, им нужны швейцары. Я бы хотела там работать. Все зависит от хозяев. Это старое здание, много квартир, много этажей. Это тяжелая работа. Сперва сама посмотри все. Это не так. Тот дом меньше этого. У молодоженов нет дома, а ты работу ищешь. Сестра, если скажем, что Мехмед живет здесь, и что он сын швейцара, его сразу возьмут. И у молодой пары будет отдельное свое жилье. Мехмед не будет работать. Он живет с дьяволом. Она ему не даст. Мехмед отсюда. Не уедет. И тем более он нашел работу. А вот нам нужно жилье и работа. Я хочу переехать в свой дом. И не буду с ними сидеть. Пусть Всевышний поможет. Ай-ай-ай. Да. Да, я мама Амэра. Из школы? Что случилось, госпожа Зихра? Мы бы хотели, чтобы вы пришли в школу. У нас проблемы с Амэром. А что произошло? Он устроил беспорядок. Я бы хотел поговорить с вами лично. Это серьезно. Ради Аллаха, что случилось? Как мой сын? Он в порядке. Но если вы придете в школу, то сами все увидите. Хорошо. Я поняла. Я поговорю с его отцом. Хорошо. Спасибо. Доброго вам дня. О, Амэр. Что ты натворил? Надо позвонить Резе. О, мой Аллах. На то, что я сказала? Ты ничего не ответишь? Глупости. Она обманывала всех нас. Не смотри так. Я серьезно. Она никто. Дочь Швейцара. И к тому же сестра Вора. И после всего, что было, я не уверен, что она остановится. Ей больше не стоит доверять. Не может быть. Ты что, шутишь? Я поверить не могу. Что ты за человек? Что за отец? Тогда поверь своему сыну. Она украла у него разум. Он поставил на карту все. Я уверен, ей нужны только его деньги. Ты что, не видишь? Твой сын стал поверхностный. Я совершила большую ошибку, что приехала сюда. Айсун, у Эмира будут неприятности. И к тому же, они его соседи. Он съехал из нашего дома. Он все оплачивает регулярно? Ну, конечно. Наш сын изменил свои планы. Он переехал туда и хочет быть теми людьми. Амэр – неосторожный ребенок. В прошлом году на него были жалобы со стороны учителей. Но в этом году все еще хуже. Амэр не слушается. У него есть старшая сестра. Она учится в универе. Хорошая и порядочная студентка. Она помогает ему. Мы беспокоимся не только об учебе. Он сбежал из класса. Мы много раз наказывали его. Я писала замечания в дневник. Но я думаю, вы об этом не знали. О мой Аллах! А куда он мог пойти? В интернет-кафе. Он играет в игры. В жестокие игры. Не для его возраста. Он играет в боевые игры. Вместо того, чтобы учиться, он дерется в классе. На него жалуются все учителя. Поговорите с ним. Мы не берем на себя ответственность за тех, кто сбежал, потому что он находится не в школе. Вы правы. У вас трудная работа. Очень трудная. Вы отвечаете за всех детей. Я сделаю то, что обязан. Я поругаю Амэра. Не буду терять времени. Я сейчас же пойду домой и поговорю с ним. Хорошего дня. И вам хорошего дня. Типичное поведение мира. Когда ему грустно, он смотрит на море. Было хорошее представление. Только ты причиняешь боль Ферихе, не так ли? Супер. Правда. Только я огорчаю ее. Только я. Что ты делаешь? Ты собираешься пытать девушку? Ты так и будешь всех избивать? Ты ненавидишь ее? Или любишь? Я не пойму. Я не из-за Ферихи дрался, а из-за своей глупости. Понимаешь? Не понимаю. Просто так это не решить. Хорошо. Илькер свинья. Но все в универе говорят о Ферихе. Что ты будешь делать? Бороться со всеми? Послушай. Ты сердишься. Злишься на Фериху. Злишься на себя. Но ты хотя бы поговорил с ней. А что я скажу? Что я буду делать? Она расскажет, как лгала. А мне сказать, ты права? Так что ли? Я не говорю сказать тебе это. Ты не Ферихе скажи это. А скажи это себе, брат. А иначе все выйдет из-под контроля. Данная проблема разрастется еще больше. А это женщина, мама Ферихи, которая не ее мать. Кто она такая? Ты знаешь? Другая лгунья. Ее жизнь разрушена, поэтому и спрашиваю. Пока ребенок жил в деревне, был тихим. Даже язык не поворачивается сказать. Сбегает из школы в таком возрасте. Да, сестра, продолжай подливать масло в огонь. Рыза нашел решение. Он поругает его. А что еще сделать? Похлопать по плечу и сказать. Давай, сынок, не ходи в школу. Тогда за уши его натяни. Ты думаешь, он что-нибудь поймет? Он уже начал и не остановится. О мой Аллах, предвижу беду. Он станет копией Мехмета. Станет, как старший брат. Не будет учиться. Будет необразованным. Останется без работы. Мой сын будет учиться. Не своди меня с ума. Мы ему все объясним. И он будет учиться. Он таким в деревне не был. Но сейчас им некому заниматься. Вот он и лезет в интернет. Субтитры сделал DimaTorzok Мы будем рядом. Девочки будут общаться. Зачем ты вообще переезжаешь, Хатидже? Ты даже еще не поговорил с хозяевами. Юльфидан мне все показала. Так как она знакома с ними, они будут иметь меня в виду. Ты же сам видишь, какая ситуация. Живем друг на дружке. А так хотя бы мы уедем. Им нужен швейцар. Слава Аллаху, чтобы все получилось. Не говори так. Такое ощущение, будто мы хотим, чтобы ты уехала. А нет другого выхода. Сынок, а разве есть другой выход? Как вы собираетесь управлять домом вдвоем? А как же мой брат и племянник? Ты ставишь нас в положение, чтобы кто-то ушел. Мы разве этого хотим, господин Мехмед? Ешь. Я не хочу. Давайте, кушайте. Сестра, теперь он тебя из-за этого избивает? Забудем об этом. Чай принесите? Хорошо. Посмотри, невестка не пьет и не ест. Дьявол говорит мне забрать у нее кольцо. Мы даже кушать не можем. Не знаем, что нам делать. Мы думали, вы собирались в Германию. Да, даже не спрашивайте об этом. Родственники позвонили и сказали не приезжать. Я все больше убеждаюсь в том, что неудачи преследуют нас. Я бы так не хотела, чтобы это все было. Я помою посуду. А я вынесу мусор. Вставай, помой руки. Она даже не поела. Поела, поела. Тут так мало места. Юльсом, иди отдыхай. Мы с Верхой все сами сделаем. Я лучше сниму его. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Слушаю. Алло, Ханде. Не удивлюсь, если Илькер подаст на него в суд. Он сломал ему нос. Где вы? Я приеду к вам. Мы у него. Где мы еще можем быть? А ты где? Поговорила с Караем? Нет. Я перезвоню вам. Хорошо. Увидимся. КОНЕЦ Послушай, я сделал все, что ты говорила. Ничего не сказал твоему черному ягненку. А ты предупредила его? Он поклялся, что больше не сбежит с уроков. Да, да. Поклялся. Пообещал, что больше такого не сделает. Конечно, он убегает. Да все убегают. Он и видит, что мама и папа его защищают. Поэтому так и делает. Рыза, не вмешивайся. Я сама все решу. Не волнуйся. Я еще поговорю с ним. Ладно, ладно. Как поработаю, я вернусь. Ладно? Ай, руки аж печи. Может, в тебе есть крым для рук? В моей комнате. А, вона тут? Дякую. Что дякую? Не отдам. Не жартуй. Это моя. Не отдам. Не дурей, отдай. Не отдам. Вона моя. Та не уже. Кажу тебе. Фереха. Мамо. Махмеде. Это что такое? Ты же мне подарил эту обручку. Скажи. Вона вопрос. Скажи. Фереха. Ну, скажи. Что ты вкрав у сестры таблучку и надев ей на палец? Фереха. Махмеде. Махмеде. Что? Что? Відчини. Иди собі. Відійди. Что ж. Илькер поскаржится на тебя. И тебя видрахуют с универу. Я покинула тата самого. Махмеде. Треба було лишитися. Я повинна бути з татом. Донечко, не мав же ніякого сенсу лишатися в лікарні. Може, ти хочеш побути з нами? Ні. Якщо з татом не можна, то хочу дома буду. Ханде тут. Дженсу. До Аміра ходила? Так. Лара, я поспішаю. Зараз зайду до Дженсу, а потім додому. Ханде, переказуй вітання мамі. Дженсу втратила батька. Ну, а та жінка? Хто та жінка? Пані Санем. Мачуха Дженсу. Мачуха Дженсу? Ну, все. Мені часати. Бувай. Мачуха Дженсу. Мехмеда, перестань. Відійди. Феріха. Гейбо, я ще не бачила такого нахабства. Припини. Тихо. Не змушуй мене кричати. Мамо, відійди. Іди собі до дружини. Феріха. Думаєш, боються тебе? Сиди, мовчки. Іди. Він зараз ще двері виб'є. То хай вибиває. Ще угризається. Іди, кажу, сядь на місце. Ми вже пішли б кудись, але ж немає нам куди йти. Сиди, мовчки. Сиди, мовчки. Люба, заспокойся. А ти взагалі мовчи не говори до мене навіть. Будь ласка, Сиди, про дитину подумай. Ау, Зехра, ти це чого? Що ти сказав, Мехмеде? Порошком пахне, все пахне порошком. А чого на вас усіх? Ніщо не пахне татом. Ніщо. Папу. Мати-феріхи. Несправжня. Це мачуха Дженсу. Що ж це виходить? Тобі пощастило. Тепер хоч знаєш, кому життя знову. Сподіваюся, Дженсу до неї не дуже звикла. Бо тепер батьки розлучаться. Вони не розлучаються. Її батько помер. Я беру її лише з поваги до вас. І куди вона? Ти сядь. Хай подихає свіжим повітрям. Таке наколотила і пішла собі гуляти? Ти теж заспокойся. Твоя злість не піде на користь дитині. Сестро, йди додому. Я вже сказав братові, що він дуже погано робить, що кривдить тебе. Дякую тобі, Умара. Усе нормально. Ну, ходімо додому. Слухай, я говорила з Сехер. Вона не скаже батькові, і ти мовчи. Май на увазі. А я собі думаю, чого вони так раптово розписалися. А тепер оце воно й вилізло, дитину чекає. Хто подумав. Боже, мамо. А що хіба ні? Простій господи. На. Ай, закрак. Що, сестру? То ти бабусей станеш. Думаю, брат мій теж не може заснути, бо стане дідусем. Люба, що ти робиш? Не називай мене Люба. Сехер, скільки разів казати? Ну, не серце вже. Обіцяю, я куплю тобі справжню обручку. Та твоя Люба-сестричка має на мене молитися, що я б батькові не сказала. Крутить братом, як циган сонцем. Так йому і треба. Обручка досі в неї. Ви до джансу? Так. Чи вони ще в лікарні? Ні. Дядько Халдун помер. Що? Дядько. Халдун помер. Це Хер, поїж. Та щось не хочеться. Та відчепися, зараз недоїжджі. Їште, їште. Зараз іще щось смачне принесуть. Ні, ні, я вже поїла. Рано сьогодні встала. Гюльсун, що це за шоколадка в нього в руках? На, що ти купила її з самого ранку? Доїжджай. Іди, поріж хліб і не си на стіл. Заходь, Риза. Що таке? Що таке, Риза? Пан Халдун Постав перед Аллахом. Що? Я швидко запихнулася в це місто. Стамбул не можна не любити Захра. Тоді чому ти так наполягаєш, щоб ми поїхали звідси? То інше. Людина хоче покинути світ там, де народилася. Не говори так, Тетю. Покинути світ не кажи так. І морське повітря тобі дуже корисне. Корисне. Нехай. Ти добре зрозумів, що я сказала. Я не люблю таких розмов, ти знаєш. Ти сам не хочеш слухати лікаря, а потім засмучуєш мене такими розмовами. Нема чого засмучуватися. Всі колись відійдуть. Я вирослив дочку, поставив на ноги, показав їй батьківщину. І навіть... Побачив Захру. Побачив. Якщо я твоя дочка, то не вірю, що ти поїдеш, не зустрівшись і не поговоривши з нею. Знову скажеш, що б я помолчала? Побачив. 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 Девушки отдыхают. 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 Прошу. Девушки отдыхают. 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 Что она тут делает? Что, пришла разделить з нами боль? Мабуть, їй запросили сюди допомагати. Вона скоро піде. Не звертай уваги. Життя таке коротке, а люди ще й псують його. На, став на танцюночку. Тетю, я... Відчини, доню, біжи. Прийміть, доню. Дякую. Я піде вже. Добре, але спершу ти віднеси цю тацю, це останнє. Я не хочу зараз йти туди. Ти що, хочеш, щоб я сама тут усе робила? Я вже стомилася. Бери тацю і неси. Іди. Це не вміщається. На. Якщо не вміщається, то так і буде. Дякую. Я сьогодні поховала, батька. У мене горы. Ти мені спивчуєш? Фариха, ми тобі дякуємо. Ти ж можеш... Що таке? Дуже розчулила смерть фальшивого батька? Відійди. Годі вже не старайся. Більшого болю вже не зможеш забити. Ти знаєш, що таке справжня біль? Так? Ти знаєш. Більше. Субтитры создавал DimaTorzok Там той хлопець Це ти про кого? Не розумію, який хлопець Каємний залицяльник перехиль Я щой не бачила біля ліфта Але вони наче посварилися Вона в нього закохана Це той хлопець, що живе в десятій квартирі Це син власника того казино? Ага Тітко, в наші руки попалася золота пташка Роздявила рот Та золота пташка до феріхи прилетіла А до чого тут ти? Ти що не розумієш? Той хлопець, його машина, їхній клуб, каблучка за 45 тисяч доларів Чому б вона про це все мовчала? І не просто мовчала Вони з матір'ю обманювали батька і Мехмета А знаєш, ти правду кажеш Вони, певно, щось задумали Задумали, задумали А, я саме збиралася йти допомагати Яка вона агресивна Так, доня Кішка зловила мишу Та якою їй бути? Нам так не пощастило Це Хер Що нам робити? Що з нами буде? Поки що побудемо тут А потім подивимось У Джансу був нервовий зрив Коли дочка консьєржа розносила халву, вона перекинула посуд Піду до Джансу Я теж йду Дякую Завтра будь у гілз Поговоримо про справи Добре Бережіть себе, не перевтомлюйтеся Дуже вам дякую Дусю серцетюкає Сильно кохаєш Ми таке зробили одне одному Він не вірить мені Як тепер вірити в наше майбутнє? Якщо кажеш ми, то ти ще віриш Ай, ти не уявляєш, як я звикла жити з тобою? І я теж І що ж мені робити без тебе? Але ж ми тут близенько Будемо бігати одна до одної Ай, серденько моє Ай, Феріха Я збирала речі і от що знайшла Не знаю, він твій чи Мехмета Наче чоловічий, але Це мій Але схоже, що це морський компас Щоб не заблукати Де це ти літаєш? І навіщо він тобі? Та так просто Щось згадала Ну все, я піду Добре Ввечері допоможу Добре, сонце Бувай Золота моє Усе, біжу Добре Она до сих пор спит Мабуть, и леки Занадто сильные Можливо, и леки Допоможут ей легче пережить Это горе? Бедолашна дитина Передчасно втратила матерь А теперь у нее еще и Батько помер Ніякие леки не замечать ее боли Лише дадут короткое забуття Я знаю живу Хоч вы ее тетка Но я знаю Джансу набагато краще Ці леки должны помочь Джансу До того же Я ее опекунка Я бачу Ты не хочешь, чтобы я помогала Своей небозе? Правда? Но когда я сюда ехала То думала, что вам обоих Мене не любите Но не нужно меня ображать Пока я тут была для Джансу мамою Ви были на другом конце света До сегодня, кроме подарков Джансу на день народжения Чим вы ей помогли? Вы правы Я должна делать больше И оттепер я щодня про нее дбатиму Я знаю Халдун хотів би цього Заходь Я про вас думала И решила зайти Я могу чимось допомогти? Туллин, ты можешь тут Трохи побути? Я могу поехать в готель Но я хочу, чтобы Когда Джансу прокринется С ней был кто-то близкий Добре Десять дней прошло А пані Санем Доси не может говорить Про справи Пані Санем? Оскільки Халдун помер Мы будем иметь Справу с пані Санем Но если бы готель Не належит теперь Джансу? Джансу? Неужели ты думаешь Что такие справи Можно вести С девятнадцатиричной девчиной? Все равно Это лучше Ни с такой женщиной Что ты хочешь сказать? Я не хочу Парцювать с ней Великий пан Не хочет Парцювать с тією женщиной? Так Ты знаешь Сколько денег Я вкладывал в той готель? Сколько тысяч Инвестировал Ты уявляешь собі? Батько послухай меня Не можно Мати справу С цією женщиной Ну звісно И это Каже Эмир Сарафоглу Что освідчився Якийсь У смятюси Сам того не знаю Чи Не ображай Її Тебе треба Питати С кем вести справи Хто ти такий? Нісправді Хто я такий? Шукаєш капітана Левента? Так А Левент Бей продав яхту і поїхав А тобі залишив цю записку Дуже дякую Блудласка Дякую за перегляд! Чого ти знову прийшла? Батько хворий Вже дуже давно Він лежить не в лікарні А вдома Я прийшла, щоб вам це сказати Він дуже хворий Я вже це знаю Що каже? Каже, що поки не загоїться Не прийде Я досі не можу повірити Дівчина усіх нас обманула А в ігрі белькер У голові не вкладається А може вона просто якась ненормальна? А ми цього не помічали Бо звикли до неї І бачили її щодня А ти рада Навіть пальцем не кивнула А феріхи здихалася Хоча шкода її Чому її шкода? Потусувалася з нами рік Покрутилася в колих Про які мріяла Вся така принцеса була Але досить Тепер б'ється головою об стінку Але Емір легко відбувся Тітка Айсун молитися повинна Дочка консьєржа мало не стала її невісткою Хвилинку Ти згадала про Айсун Треба їй подзвонити Може вона ще всього не знає А я з нею поговорю Брат раніше приходив на наші ігри А тепер я сам Ну, то поклич своїх друзів Якщо вони прийдуть, то ми програємо То подзвонимо Еміру, може прийде? Не прийде Якщо команда програла, то й ми програли Що це означає? Мамо, якщо звернеться на феріху То й на нас теж А що ми зробили не так? Не кажи так Ви ж помирилися А ти не помирилася Я хочу вас усіх помирити І тебе, і феріху Джан Не втручайся у справи дорослих Добре, сонечко? І будь певен Якщо твій брат на когось образився То в нього і є на себе гомотнич Ну біжи до себе Слухаю тебе, Ханде Тітко Айсун, як ти? Я дзвоню тобі, щоб якось підтримати Підтримати мене? Я про бійку Ількера і Еміра Ну, до суду не подаватимуть, але Еміра, мабуть, таки відрахують з університету Яка бійка? А Ніщо не знала Емір зламав Ількеру носа Вони знову через феріху щепилися Але ти не хвилюйся Емір покинув ту дівку Ханде Китсю Я мушу перервати розмову Потім наберу, добре? Що каже? Це її не дуже втішило? Її більше збентежила та бійка через феріху Знаєш, що я думаю? Історія з принцесою тільки починає розкручуватися Ох, доню, так ми нічого не знайдемо Усі магазини вже обійшли Нема, бачиш, ніде нема Ай, тітко Зараз усе, що хоч роблять То чому ми такого не знайдемо? Ай, це хер Не мородься, продай обручку Скажи, що загубила Подумай про нас Я вже ледь на ногах стою Помовчу І вважить так само? Пані Санем, я не знала, що ви прийдете Я в кабінет Будь ласка, не турбуй мене Добре Пані Санем, я не знала, що ви прийдете 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 Як справи, дітко? Погано Дуже погано Погано Після цієї неприємності між Міром та Ількером Точніше Неприємні це, мабуть Надто м'яко сказати Це знову через виріху сталося, правда? Та ні Через Ількера Я хочу для свого сина добра, Кораю Я повинна бути біля нього Я мушу якось допомогти йому Але не знаю як Не знаю як це зробити Ай, дітко Айсу, я скажу дещо, але тобі це не сподобається Йому тільки Феріха може допомогти Звісно, якщо Емір дозволить Ти хоч розумієш, що говориш, Кораю? Так, справді Феріха обманула Але я бачив, що між ними є Хай яку дурість вона зробила Та це не для того, щоб Еміра використати Якщо Емір про це буде знати Ти так про це кажеш, наче Феріху щось може виправдати Так, Емір може ніколи й не пробачити їй Ясно, що нам говорить Олегу Та на його місці і мені було б важко пробачити Але я хотів би зрозуміти Навіть після того, що було б Я хотів би знати, що змусило її брехати Та я розумів, що навіть самому собі було б важко зізнатися, що мене це цікавить Але хіба можна вірити поясненням Феріхи? Як їй довіряти? Вона ж може знову нас обманути Звісно, зараз ні в чому не можна бути впевненим Але якби я міг, то посадив би їх одне перед однім, щоб вони поговорили Але чому ти впевнений, що Еміру це допоможе? Феріха його знищила, тітку Айсу І повернути до життя зможе лише Феріх Брате, благослови Хай Аллах тебе береже, іди із Богом Дякую, доню Давай Добрий путь, хай допомагає Бог Ну все, доню Ну все Доню, а Гюльсу нема? Облаштовує кімнату О, так незручно якось, наче вийдете, тому що ми сюди приїхали Доню, ну що ти таке кажеш? Чекаємо вас у гості Добре Захра, Люба Пробач, коли щось не так Хай віддячить тобі, Аллах, серце моє Я допоможу тьоті облаштуватися, потім на роботу Але ти не чекай, лягай Ні, я не засну без тебе А, Фирьха На Через це між нами були непорозуміння Більше хай це не псує наших стосунків Звісно, вона цінна для мене Але якщо чоловік біля мене, то не важливо, чи є обручка на пальці Дякую Дякую Перепрошую Синку Стій Прошу завжди Якщо не хочеш, я не зайду Але я повинна тобі дещо віддати, Еміри Я нічого не хочу Послухай Ти не питав мене звідки я взнала про обман Фирьхи Мамо Я взнала з листа Цей лист написано тобі Я вже давно повинна була його віддати Але не змогла Прочитай Це тобі допоможе Еміра Усе, що я не змогла сказати Уся моя брехня У цього я не змогла сказати У цьому листі Просто, коли я дивлюся тобі в очі Мені відбирає мову Я збрехала тобі і тепер мушу зізнатися Як би ж я могла повернутися в той день У той прекрасний день, коли ми зустрілися Ти прийшов з іншого світу Як принцес казок Як і колись розповідала мені мама Але я не казкова принцеса Коли ти мені освічився, я не змогла відповісти так Тому що я не та Фиріха, яку ти знаєш Я обманула тебе, Еміра Я дочка консьєржа Сержа Дякую за перегляд! Дякую! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!